Мальчишки и девчонки, а также их родители. Библейские истории послушать не хотите ли? А в этом нам поможет компьютерная связь. Итак, мы начинаем сегодня и сейчас. О, здравствуйте, дети! Вы, оказывается, уже подключились. Я очень рада вас видеть. Знаете, что я сейчас сделаю? Я смотрю прогноз погоды на ближайшие выходные. Стоит ли планировать что-то, стоит ли ехать на океан, потому что если вдруг синоптики скажут, что будет плохая погода, то, конечно же, ехать не стоит. А если будет хорошая погода, то нужно готовиться уже заранее, настраиваться, чтобы настроение было хорошее, ну и, конечно же, подготовить то, что нужно взять с собой на океан. Но вы знаете, очень часто бывает так, что синоптики говорят, будет одна погода, а выглядываешь за окном, совершенно другая погода. Иногда смотришь в телефон и видишь, что показывают дождь. Смотришь, а за окном светит солнце. У вас бывало такое? Поэтому трудно что-то планировать и тем более трудно что-то обещать своим детям. Иногда бывает так, что пообещаю своим детям, в ближайшие выходные мы поедем туда-то и туда-то. А обещание свое сдержать не сможешь, из-за погоды или из-за каких-то других причин. Поэтому прежде чем что-то обещать, нужно говорить, если Богу будет угодно. Потому что мы, люди, мы не всегда можем сдерживать свои обещания, а Бог свои обещания сдерживает всегда. Точно так же, как это и было уже в знакомой нами семье у Авраама и Сары. С момента посещения ангелов Авраама и Сары прошел год. И в этой семье произошли большие перемены. Бог исполнил свое обещание и послал им сына. И тема нашего сегодняшнего урока называется «Осуществление ожидаемого по вере». Здравствуйте, дети! Как я рада, что вы пришли к нам в гости, чтобы посмотреть на нашего первенца. Я вам расскажу, что же произошло в нашей семье за этот год. Знаете, это так печально, когда в семье нет деток. Печалились и мы с Авраамом. До самой старости не было детей в нашем доме. Но однажды Бог дал Аврааму чудесное обещание, что мы будем иметь потомство, и от него произойдет великий народ. Как трудно поверить в это, когда тебе за 70 лет. Но мы поверили, хотя было очень трудно, и сомнения одолевали нас. Прошел год, два, десять лет, а у нас все еще не было детей. Правда, Бог за это время несколько раз приходил к Аврааму и говорил, что он исполнит обещание. Представьте себе, вы 20 лет верите и надеетесь, а обещание все не исполняется. Иногда мне казалось, что моя вера и надежда совсем погибли. Это произошло также в тот раз, когда опять Бог через ангелов напомнил о своем обещании. Я горько рассмеялась и подумала, Господи, я уже столько раз слышу о сыне. Я так верила, но теперь я старая женщина, у которой уже должны быть внуки. Ну разве может быть такое, что у меня будет сын? После мне, конечно, стало стыдно за то, что я не поверила Божьим словам. И хорошо, что Он любит и понимает нас, как нам трудно сохранить веру в течение многих лет. Господь укрепил мою пошатнувшуюся веру и не отменил своего обещания. Он подарил нам чудесный подарок долгожданного сына. Мы назвали его Исаак, что значит «смех». Авраам и я были очень благодарны Богу за то, что он исполнил свое обещание. Когда мы с мужем выходили из Харана, Аврааму было 75 лет, и Бог дал ему обещание, что потомство у него будет многочисленным. А теперь, через 25 лет, когда Аврааму исполнилось 100 лет, он держит на руках своего сына. Радость переполняла наше сердце. Мы были очень счастливы и благодарили Бога за его милость к нам. Однажды Бог тоже подарил каждого из вас вашим родителям. Родители дали вам прекрасные имена, и теперь, любя вас, заботятся о вас. Когда-то вы были вот такими же маленькими, как мой сыночек, и очень нуждались в заботе родителей. Ваши мамы и папы всегда молятся о вас и просят у Бога исполнения обетований и вашей жизни. Вот такая удивительная история произошла с Авраамом и Сарой много-много лет назад. Возможно, кто-то из вас скажет, этого не может быть, чтобы у 100-летнего человека вдруг родился сын. Знаете, по человеческим понятиям, да, это невозможно. Но для Бога нет ничего такого, чего бы он мог не сделать. И наш золотой стих, стих для запоминания, сегодня говорит. Матфея, 19 глава, 26 стих. Авраам и Сара очень любили Бога и старались быть Ему послушными. Конечно, у них это не всегда получалось. И, как в каждой семье, в их семье тоже были трудности и переживания. Но они любили друг друга и старались в этих трудностях поддерживать друг друга. Конечно же, различные трудности переживает каждая семья. Я думаю, что и в вашей семье тоже есть какие-то трудности. Возможно, в вашей семье кто-то болен или кто-то потерял работу. Возможно, в вашей семье не все спокойно и не все хорошо, как хотелось бы. И вы ждете, когда же в вашей семье все наладится. В каждой семье есть определенные обстоятельства, о которых мы можем молиться Богу. Мы можем обращаться к Богу с любой нуждой и с любой проблемой. И нужно терпеливо ждать. Представляете, Авраам и Сара ждали рождения своего первенца 25 лет. Бог не всегда сразу посылает ответы на наши молитвы. Иногда Он посылает какие-то обстоятельства в нашей жизни для того, чтобы испытать нашу веру. И будем ли мы терпеливо ждать или мы будем смеяться иногда, как это случилось у Сары? Не нужно смеяться. Нужно ждать и верить, что придет то время, когда Бог ответит на наши молитвы. Иногда ответ «подожди» — это тоже ответ от Бога. На некоторые наши молитвы мы ответ получим только на небе. И даже если вы молитесь об исцелении кого-то из вашей семьи, и Бог не отвечает на вашу молитву, знайте, что на небе Бог ответит точно. На небе не будет никаких болезней, никаких недомоганий физической плоти. Там, на небе, Бог каждому из нас даст новое тело. Для этого нужно только верить. До конца своей жизни мы должны верить и надеяться на Бога, и знать, что Он любит нас. И в свое время Он ответит на наши молитвы, даже если придется ждать 25 лет. Сейчас, когда мы будем петь новую песню «Верю я, молитвы слышит Бог», давайте не просто петь. Я знаю, что многие из вас очень любят петь. Но давайте думать о тех словах, которые мы поем, чтобы не получилось так. «Верю я, молитвы слышит Бог». А на самом деле мы начинаем роптать. «Ну почему же Он не слышит? Ну почему же Он не отвечает?» Чтобы такого не было в нашей жизни. Давайте петь и думать, о чем мы поем. «Верю я, молитвы слышит Бог». Знаю я, молитвы слышит Бог. Истинно молитвы слышит Бог. Слава Господу! Верю я, что верит в Слову Бог. Истинно, что верит в Слову Бог. Слава Господу! Верю я, Господь придет опять. Знаю я, Господь придет опять. Истинно, Господь придет опять. Слава Господу! На страницах Библии Бог оставил много обещаний, обетований, которые успокаивают, поддерживают христианина в трудную минуту. Давайте прочитаем некоторые из них. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам», сказал Иисус Христос. И эти слова записал Иоанн в своей 14 главе 18 стихом. Следующее обещание. «Се», то есть «вот, я с вами во все дни до скончания века», сказал Иисус, уходя на небо. И записал эти слова Матфей, 28 глава, 20 стих. И еще одно обетование говорит так. «И все, чего не попросите в молитве, с верою, получите». Книга Евангелия Матфея, 21 глава, 22 стих. «Бог обещал не оставлять детей своих, помогать и поддерживать на земном пути, о чем свидетельствуют эти несколько обещаний Бога». Я думаю, если вы читаете Библию, вы найдете еще очень много обещаний, которые оставил Бог в своей книге. Читайте их, выписывайте, делайте закладки, и тогда, когда вам очень трудно, когда вы чувствуете, что как будто бы вас Бог оставил, или вы одиноки, или Бог не отвечает на ваши молитвы. Читайте эти обещания Божьи и с верой ждите, даже если придется ждать 25 лет. Действительно, интересная история и интересная жизнь была у Авраама и Сары. И если вы хотите прочитать эту историю самостоятельно, то вы можете ее найти. Книга Бытие, 21 глава, с 1 по 5 стих. Ну вот и закончился наш очередной урок Библии, и наступило время прощаться. Я каждому из вас желаю благословенной недели, верить в Божьи обещания, в Божьи обетования, не сомневаться, помнить о том, что трудности бывают в каждой семье, но Бог сказал, не оставлю вас и не покину вас, он всегда будет с вами. Если вы знаете, что кто-то все еще сомневается, не верит в Бога, не доверяет Ему, какие-то проблемы в семье, ждут и не получают ответа, поделитесь с ними этим видео, чтобы их ободрить и утешить, чтобы они тоже узнали, Бог отвечает, Бог слышит, Бог исполняет свои обещания. Ну а я с вами буду прощаться, до новых встреч и до новых видео, увидимся с вами очень скоро. Всем с Богом!